По останкам города Чичоныца, расположенного на территории современной Мексики в северной части полуострова Юкатан, которое мы можем увидеть сегодня, ученые попытались восстановить его историю. Часть городских строений была возведена во времена расцвета цивилизации Майя, в VI-VII веках н.э., а вот постройки, которые исследователи датировали X-XI веков, явно указывают на племена тальтеков, которые захватили Чичон и Цео и еще несколько городов-государств в Хавеке. Постепенно богатейший город стал приходить в упадок, и уже в середине XVI века испанские завоеватели застали на его месте только руины. До 30 марта 2010 года эта территория принадлежала частному лицу, Хансу Юргену Тиосу Барбачино, Хенс Джоргант из Барбачино, который решил продать его мексиканскому правительству, чтобы древний город не исчез с лица земли. Сейчас Чиченец стал одним из самых посещаемых туристами мест, его территория облагорожена, и теперь можно беспрепятственно подойти к древним святыням, многие из которых даже спустя сотни лет поражают своим великолепием. Храм Кукулькана, посвященный Верховному Богу, имя которого переводится как Оперенный Змей, самая известная достопримечательность Чичон и Цеи. Находится он на вершине девятиступенчатой четырехгранной пирамиды, сориентированной в строгом соответствии со сторонами света. Но особое внимание эта пирамида привлекает к себе во время осеннего и весеннего равноденствия. В это время солнце располагается так, что на гранях, благодаря сочетанию света и тени, возникает движущееся изображение священного змея. Не меньший интерес вызывают площадки для игры в мяч, стоя на разных концах которых, а это расстояние более ста метров. Люди спокойно общались друг с другом, не повышая голоса. Храм воинов, храм ягуаров, священный сенат, группа тысячи колонн, обсерватория Караколь, какие еще тайны хранят их древние стены. К сожалению, этого мы так и не узнаем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.